Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Как всегда новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я Александр Лупиненко расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла. Ветер с западного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 15. Картинная галерея Гаврила Ващенко предлагает заглянуть в тайну создания анимации. До 10 мая там работает выставка Play. История мультфильмов. Сегодня мультфильмы создаются в основном с помощью компьютерной графики и посмотреть их можно на любом гаджете. А когда-то для их просмотра использовались разные приборы и устройства. Как раз с ними можно познакомиться на этой выставке. Также гости галереи смогут полистать комиксы, посмотреть кадры из мультфильмов первой половины прошлого века, примерить уши Микки Мауса в фотозоне, а тем, кто умеет смеяться над собой, предложит посетить уголок кривых зеркал. А во дворце Румянцевых и Паскевичей работает выставка Избранные святые. Иконы, выполненные в традиции резной иконописи, представил Владимир Куклин. Образы созданы по канонам древнерусских прорезей. Более того, автор уже в течение долгого времени занимается реставрацией икон. Познакомиться с его работами и позволит выставка, которая будет открыта до 17 мая. Семь снов о тебе. Премьеру этого спектакля готовят в Молодежном театре Гомеля. В основу постановки легла пьеса современного драматурга Киры Малининой. Она создана по мотивам рассказа «Глаза голубой собаки» Габриэля Гарсия Маркеса. Жанр спектакля определен как мелодрама. Это рассказ о поисках любви, одиночества и мыслях о Фатуме. Главные герои – он и она. Ведут диалоги о взаимоотношениях, чувствах и эмоциях. Беседуют о переживаниях, случайностях и предначертанности. Фотоконкурс «Вера глазами молодых» объявлен для фотолюбителей в возрасте от 14 до 40 лет. От каждого автора принимается до трех работ – цветных и черно-белых. К снимкам понадобится приложить описание. Жюри оценит оригинальность работы, технические качества, композиционное и цветовое решение. Конкурс проводится в два этапа. Заявки принимаются по 1 мая. До 15 мая будут подведены итоги и определены победители. Для участников, работы которых не заняли призовые места, но были отмечены жюри, также предусмотрены поощрительные призы. До 30 мая в Беларуси установлен запрет на лов судака. Это связано с его нерестом. Запрет введен для сохранения популяции и создания благоприятных условий для размножения этого вида рыб. Рыбакам нужно учитывать, что если рыба поймана непреднамеренно, ее понадобится отпустить. Нарушителям запрета грозит как минимум крупный штраф. И немного о братьях наших меньших. В Германии ученые провели исследование и выяснили, кто же лучше помогает справиться с одиночеством – кошка или собака. В исследовании приняли участие более тысячи овдавивших мужчин. Оказалось, что больше всего от одиночества страдали те, у кого не было домашних питомцев. В то же время собаки приносили больше психологической пользы, чем кошки. Специалисты объяснили это тем, что на человека больше направлены именно собаки, а не кошки с их своенравным характером. С понедельника по пятницу смотрите в нашем эфире телесериал «Неравный брак». Это история о вынужденном союзе двух совершенно разных людей. Алисе 20, она учится в медицинском институте и мечтает выйти замуж за своего парня Егора. Он зарабатывает на жизнь боями без правил и однажды романтично делает ей предложение прямо на ринге. Алиса безмерно счастлива, но всем ее мечтам приходит конец. Она узнает, что ее отец задолжал бандитам огромную сумму денег и ценой расплаты может стать его жизнь. Алиса хочет помочь отцу и соглашается на брак по расчету. Ее мужем станет уже пожилой султан, богатый мусульманин, который чтит традиции своего рода. Он уводит девушку в глухую деревню, готовит к свадьбе и обещает быть ей примерным мужем. Но юная Алиса отказывается разглядеть в нем человека. Как служится совместная жизнь главных героев смотрите на нашем телеканале в 16.40. Программа «Добрый вечер, Гомель» это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании Гомель. Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Также звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. А в выходные вашему вниманию будет предложен ряд кинофильмов. Завтра в эфире «Беларусь4» смотрите «Лондонские поля». Никола Сикс, роковая красотка, обладает даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершенно разными мужчинами. Хотя Никола точно знает, что с одним из них в скором времени ее ждут трагические события. Включайте телеканал «Беларусь4 Гомель» в 20 часов 25 минут. А сразу после фильма «Лондонские поляне» торопитесь переключить канал. В 22.10 начинается фильм под названием «Лучшая жизнь». Это трогательная история о том, как далеко может зайти человек, чтобы вырвать у судьбы шанс на лучшую жизнь для своих близких. Иммиграционные агенты и бандитские группировки – все против него. Но в борьбе за судьбу ребенка любящий родитель готов пройти через невозможное. Он слишком хорошо знает, как легко в этом городе потерять все и сразу. И еще об одной кинокартине, которую телеканал «Беларусь4 Гомель» предложит своим телезрителям воскресенье. Счастливое число Слевина. Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к другому. Друг Слевина Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает ему пожить в пустой квартире. А в это время крупный криминальный авторитет хочет поквитаться со своим бывшим партнером. Смотрите фильм на нашем канале в воскресенье в 20 часов 30 минут. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь4». Это первая передача в региональном эфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Авторы передачи задались целью воспитания и образования детей и юношей. Проект выполняет развивающую, образовательную и развлекательную функции. Он направлен на развитие нравственности, общечеловеческих ценностей, поддержание качественного, интеллектуального и культурного уровня молодежи. Целевая аудитория – дети от 10 до 16 лет. Включайте телеканал «Беларусь4» в понедельник в 16.25 и в воскресенье в 12.30. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день с вами встречали. Утренний фреш и я, Александр Лупиненко. Сегодня пятница, а это значит, что впереди выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и только хорошего настроения. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова